Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас продолжается бесконечный сериал, посвященный истории государства Израиля, воинам Израиля. И сегодня у нас очень специфическая тема, как я вчера обещал, ядерное оружие Израиля. Ну, официальная позиция государства известна. Государство Израиль не подтверждает, но и не отрицает наличие ядерного оружия. При этом категорически не сотрудничает с МАГАТЭ, не допускает никаких международной инспекции. Полуофициальная позиция заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Но если о существовании государства окажется под вопросом, то мы его применим без малейших колебаний. Вот. То, что я сегодня вам в рамках имеющейся возможности хочу рассказать, в двух словах. Двух слова сводится к следующему. Но то, что происходит сейчас, я, конечно же, не знаю, знать не могу. Мы говорим про ранние, конечно же, весь наш сегодняшний разговор, про ранние первые этапы развития израильской ядерной программы. Так вот, там, израильская бомба – это французская бомба. То есть, так совсем просто. Но если уточнить, то французская бомба в значительной степени – это израильская бомба. Это краткое содержание сегодняшнего кино. Ну, а дальше все услышите. Почтеннейшая публика нашего канала – это, конечно, самые лучшие зрители и слушатели для такой темы, потому что вы все знаете. Вы уже прослушали наш многосерийный цикл по поводу разработки ядерного оружия, конструкции ядерного оружия, производства делящихся материалов. Тот, кто это не сделал, конечно же, безусловно, все это должны повторить и пересмотреть. И, соответственно, вы знаете, с чего начался наш ядерный бомбовый цикл. С того же, надо начать и сейчас. Откуда? Откуда травишки? Откуда та информация, которую я пытаюсь вам рассказать, если мы говорим про совершенно секретную программу, которая не признает даже факт ее наличия самого государства? Ну, 20-21 век, чудес не бывает. Какое-то количество информации, конечно же, накопилось, и за десятилетия накопилось довольно много информации в открытом доступе. Прежде всего, это, наверное, все-таки прежде всего, связано с арестом, разоблачением такого товарища Мердухай Ван Нуну, который был в 1986 году арестован и предан суду за шпионаж против Израиля. В двух словах, человек этот родился в 1954 году в семье евреев из Марокко. Он, собственно, и родился в Марокко. Он был маленьким ребенком. Семья репатриировала в Израиль в 1963 году. Человек в высшей степени, как можно понять по его биографии, не уравновешенный, мотал его по жизни туда-сюда, пытался поступить, в одно не поступил, пытался учиться, в другом не поступил. В конце концов, в 1976 году его приняли на работу техником в Центре ядерных исследований в Димоне. Почему-то все спецслужбы, которые проверяли всех принимаемых на работу и контролировали далее. Не заметили его равновешенности. Товарищи Матало. Потом он, работая в Димоне, поступил в Баршеве на факультет философии. А потом он решил, что ему не дают жизни дороги, потому что он марокканец, в смысле выходец из восточных евреев. А тут всем заправляют европейцы. Потом он подружился с арабами. Потом он, конечно же, подружился с Коммунистической партией Израиля. Такая вполне себе легально существовала. Это тоже почему-то не вызвало никакого интереса спецслужбы. И в конце концов, в 1985 году, узнав о том, что его, вероятно, сократят на работе, он принёс в суперсекретное, главное, наиболее засекреченное место страны, в ядерный центр в Димоне, принёс фотоаппарат и сделал 57 фотографий того, что он там внутри может увидеть. После чего уехал в Тибет. Извиняюсь, в Непал. В Непал. Что есть Тибет, конечно же. Уехал в Непал, где принял буддизм. Из Непала переехал в Австралию. Австралию, где принял христианство. Уж не знаю, какой деноминации. И вот там, в Сиднее, он пересекается с неким колумбийским журналистом Аскаром Герреро и рассказывает ему, что у него есть в фотоаппарате такая замечательная плёночка. Герреро ему советует ехать в Англию. Такую плёночку много заплатят. Он встречается с журналистами Санди Таймс. Показывает фотографии. Они, придя в некий шок, даже не потому, что они опасались каких-то политических, они просто не хотели предстать перечитателями в качестве идиотов, которые подались на разводку. Они показали эти фотографии специалистам. В соответствующий профиль специалисты подтвердили, что это очень похоже на фотографии ядерного центра. Но прежде чем эта статья в Санди Таймс была опубликована, наш одинокий мужчина, прогуливаясь по Лондону, встречает симпатичную девушку. Вот эту, видите, такую красивую, хорошую. У неё вспыхивает краткосрочный, но горячий роман, на седьмом дне которого девушка ему говорит, что у неё в Риме, в столице Италии, подружка живёт. Подружка как раз уехала в отпуск. В Риме есть пустая квартира, где можно прекрасно провести время. Такие римские каникулы. Они прилетают в Рим, едут в эту квартирку, где его, естественно, принимают агенты МОСАД. Потом сложная и долгая история. Он накачивает анквилизаторами в ящик на берег моря, перегружают на какую-то шхуну, шхуны на корабль. В общем, сложными путями его доставляют в Израиль. Он предстаёт, ещё раз повторяю, это 86-й год. Его судят. Его судят. Он получает 18 лет. Кавы 18 лет просидел от звонка до звонка. Вышел сейчас вполне себе живой. Но ему на него наложен запрет на выезд из страны. Ну, широкую публику эта история, конечно же, привлекла её вот этим детективно-романтическим, с роковой красавицей, аспектом. Израильская общественность, конечно же, была крайне удивлена и задавала вопросы, что же происходит с нашей службой безопасности, которую так во всём мире ценят и уважают. Если на ядерный объект можно принести фотоаппарат, это делает человек, который дружит с арабами, коммунистами, буддистами. Но нас-то с вами, нас с вами интересует другое. То, на что обратили внимание специалисты. Значит, специалисты, проглядевшие на всё это дело, пришли к нескольким выводам. Во-первых, они оценили то, что они увидели, как комплекс, то есть реактор и завод по извлечению плутония из облучённых урановых блоков, как комплекс, способный производить порядка 40-40 килограмм оружейного плутония в год. Это было несколько раз больше, чем те оценки, которые делались дальше. Ну, напоминаю, что на бомбу приличную, прилично, там делали прилично, надо порядка 5 килограмм оружейного плутония, то есть это 8 ядерных, ну там, ядерных, ядерных устройств в год. Предполагалось в разы меньше, но самое-то главное, что удивило специалистов, можно сказать, потрясло. Это тот технический уровень, который скрывался за этими фотографиями. На фотографиях было обнаружено то, что идентифицировали специалисты как детали устройства очень продвинутого. Это наша последняя лекция, наша последняя лекция, записанная 23 февраля прошлого года, буквально 23 февраля, она у нас там называется «бомба в кармане». То есть это устройство деления, деление второго, плюс, или, скажем так, третьего поколения, уже с термоядерным бустированием, то есть там были обнаружены признаки того, что используется газообразный третий для термоядерного бустирования. Вообще все было весьма малогабаритно. Были обнаружены, были обнаружены следы лидочки. А вот это уже вообще повергло специалистов в шок. А лидочка – это дейтерит лития-6. Лития, ну, изотоп лития-6. Пишется лития-6-Д. Лидочка. А лидочка – это главная составляющая, главная сырье, как назвать, вещество. Вещество, без которого невозможно сделать нормальную термоядерную, так называемую водородную, двустадийную бомбу. Ну, для Советского Союза, Америки, лидочка – это рубеж 40-х и 50-х годов. У нас это Академия Гинсбург, в дальнейшем, Ломбельский лауреат, эту лидочку придумал, как писал Сахаров. Но обнаружить ее там как-то не ожидали. Самое главное, ну, наличие лидочки, конечно же, говорит о том, что люди делают или пытаются сделать термоядерное устройство. А до этого считалось, что без натурных испытаний, ну, никак невозможно от картинок и разговоров перейти к реально работающим двустадийным термоядерным устройствам. Вопрос в высшей степени интересный, в связи с чем? В связи с чем, опять-таки, не широкая публика, но специалисты вспомнили знаменитую вспышку 22 сентября 79-го года на Тихим океаном. Вот видите схему. Ну, то есть, я тоже, я бы сказал, где-то там, где Атлантический океан и Индийский сливаются, если я не оговорился, Атлантический и Индийский. Но все-таки это считается еще Индийский океан. Там вот что-то в атмосфере дало очень специфическую, характерную, так называемую, двойную вспышку, что американский разведственный спутник идентифицировал как ядерное испытание в атмосфере, причем по некоторым очень сложным особенностям спектра того, что при этом излучилось. Это мог быть даже взрыв, ну, то есть, был взрыв с явно большим выбросом нейтронов, что-то как-то многовато нейтронов. Возможно, там была уже термоядерная реакция. Иногда это называется инцидент ВЕЛА, потому что американский спутник назывался ВЕЛА. Так вот, никто не признался, никто из ядерных держав не признался о том, что они производили испытания в атмосфере, тем более, что это запрещено. Уже давным-давно, к 79-му году было, так что методом исключения методом исключения все стрелки перевелись на испытание израильского устройства, которое было приведено, вероятно, в сотрудничестве с юаровцами. Если посмотреть на схему, то ближе всего это по территории Южноафриканской республики. После чего, естественно, мы все с вами вспоминаем Диттер Герхарн. Да, Диттер, это его так зовут, а Герхард, это его фамилия. 25 января 81-го года арестован на ГО. То есть еще до ареста Вануну на 5 лет. Ну, вообще история Диты Рагер-Харда, это один из крупнейших успехов в главном разведственном управлении СССР. Или, за другой стороны, один из двух тяжелейших провалов. После какового провала был расстрелян один генерал-майор и один полковник ГРУ. Это уже 88-й год примерно, то есть конец советской эпохи. Значит, замечательный этот человек, судя по такой фамилии, что он как-то не похож на англичанин, он и не англичанин, семья из Германии. Они переехали в Южноафриканскую республику, тогда доминион британский, еще в 30-е годы, когда там был тяжелейший кризис в Германии. Вот там он вырос, считал всю жизнь, что его там гнобят и обижают, как немца. Ну, война же шлавную Южноафриканскую республику, как британский доминион, весьма активно участвовал в войне против гитлерской Германии. Тем не менее, несмотря на все это гнобление, он стал морским офицером, а в 62-м году, находясь уже на командировке в Лондоне, сам предложил свои услуги советским агентам, агентам ГРУ, объясняя это тем, что ненавидит апротеид, и вот хочет помочь всему прогрессивному силам мира и социализм в борьбе против апротеида. Его замечательно завербовали. Потоком шла информация. Дело в том, что он на тот момент служил на учебной базе британского флота и передал исчерпывающую информацию по зенитным ракетам, которые были на кораблях ССП Росикет. Через него прошла в Советский Союз информация, она и новейшая на тот момент французская противокорабельная ракета Экзоса. В 66-м году его жена поняла, что муж занимается не только службой, они развелись, она уехала от него навсегда, потом написала книгу «Жизнь жена-шпиона». В 68-м году швейцарин знакомится со своей второй женой, по одной версии она уже была агентом ГРУ, по другим потом он уже сказал, что он так интересно занимается, в общем, на пару они работали, потоком шла информация, он непрерывно рос по службе, он стал весьма вхож просто в семью и дом будущего главы правительства Южно-Африканской республики, соответственно, Питера Бота, будущего президента ЮАР. Так это все дело продолжалось, пока, наконец, как я уже сказал, в Америке 25 января 1981 года его вычислили, потому что, соответственно, ГРУшный генерал его сдал, ему выписали пожизненное, причем в мотивировке суда было сказано, что только потому, что нет погибших граждан ЮАР в результате его деятельности, никто не погиб, в прямом смысле этого слова, поэтому суд ограничился пожизненным заключением, но потом, как мы понимаем, режим апартеида, проклятый всем человечеством, прогрессивным, начал рушиться, там начались уже в начале 90-х, там уже начался вот этот вот процесс ликвидации апартеида, в Советском Союзе уже нет Советского Союза, уже в 92-м году Ельцин персонально обратился к президенту Федерику де Клерку с просьбой помиловать, его помиловали, отпустили, после чего он тоже раздал кучу интервью и в частности подтвердил, что вот эта загадочная вспышка это было испытание израильской бомбы, которую они совместно производили. Еще один весьма интересный эпизод произошел тоже связанный с 70-ми, но дело началось еще в 70-х и оно долго продолжалось, оно продолжалось получается порядка 10 лет, когда наконец американцы задержали некого человека, которого звали Ричард Смит, просто проще, лучше не придумаешь, Ричард Смит, американец, которому предъявили обвинение в контрабандном заводе в Израиль 810 крайтронов, 810 крайтронов, крайтроны то, что вы видите перед собой, вот это такая лампочка, такая красивая маленькая лампочка, что-то такие, это электронно-вакуумный прибор, это выключатель, вот, включил, выключил, ничего другого не делает, ничего не усиливает, просто включает и выключает, разрывает ее, соединяет электрическую цепь, только делает это очень быстро, очень быстро и с очень крутым фронтом нарастания тока, причем он способен коммутировать огромные напряжения, киловольты и огромный ток сотни ампер, для чего это надо, ну мы с вами прекрасно понимаем для чего это надо, вы все знаете, имплозивная бомба, бомба имплозивного сжатия, там нужно очень симметричное обжатие плутоневого ядра, ну а дальше просто считаем прямо, даже без калькулятора считаем на ходу, ну скорость распространения детонационной волны типичной для этого дела в зерчатке, ну где-то 8 километров в секунду, вот так вот, дети говорят 8 километров в секунду, а специалисты-ядерщики говорят 8 миллиметров за микросекунду, микросекунду, не мили, а микросекунду, но 8 миллиметров это много, если у нас допустим все устройство полметра, 500 миллиметров, и у нас детонатор слева и детонатор справа сработали с ассинхронизацией в одну микросекунду, то у нас с той стороны уже не симметрия 8 миллиметров. 8 миллиметров просто глазами видно. Это много. Это много для требований к абсолютно, ну, не абсолютно, а к очень сферичному обжателю. Соответственно, микросекунды не годится. Надо бы на один нолик меньше. Хорошо бы еще на два ноля меньше. То есть нужно сверхбыстродействующий, очень стабильный размыкатель. Это настолько непростая вещь. Вот этот «Край трон», что вы без труда можете найти в интернетах, даже фильм, фильм Романа Поланский, между прочим, и Харрисон Форд «Главдероле». Франтик, ну, неистовый, неукротимый, обезумевший. Фильм Романа Поланский, 88-й год, там как раз вот все крутится. Арабские агенты, израильские агенты, женщина, которая туда попала, не поймала, почему она в это попала. В конце концов, все друг друга... Ну да, они сражаются за эту лампочку. Они сражаются за эту лампочку, в конце концов, все перестреляли, а Харрисон Форд со словами «Да не доставайся же ты никому», выкидывает ее в сену, в сену реках, на которой стоит Париж. Вот. Таких вот лампочек, из-за которых целое кино было снято, этот самый Ричард Смит контрабандой завез в Израиль 810 штук. Как написано в книжке, израильтяне извинились, извинились, сказали, что крайтроны были им нужны для медицинских исследований и даже вернули американцам 469. По поводу Астаны сказали, что они перегорели, хрен знает, мы их куда-то выкинули, где-то там валяются в ящике, мы этот ящик найти не можем. Вот. Таким образом, это несколько эпизодов, которые известны публично. Естественно, гораздо большее количество эпизодов известно не публично. Написано уже много книг. Я, главным образом, на мой взгляд, достаточно серьезно пользовался текстом, когда готовил сегодняшнюю передачу. Есть такой полковник вооруженных сил США, Уорнер Фарр, полковник ВВС, послужил в разведоделе ВВС США и, уйдя в отставку, в рамках такой научной средств деятельности есть при ВВС США Центр по нераспространению ядерного оружия база ВВС Максвелл штата Алабама. Вот под эгидой этого учреждения он написал книгу «Святая святых третьего храма. Ядерное оружие Израиля» сентября 1999 года, причем там указан телефон в этой книжке на обложке, факс, телефон. Вы можете позвонить. Вы можете позвонить Центр по нераспространению ядерного оружия ВВС США и вам вышлют, не знаю, там, за деньги или за доброе слово, копии всех, используемых по написанию этой книги, разумеется, несекретных и рассекреченных документов. То есть у нас есть о чем поговорить. Сейчас я попытаюсь вам рассказать, как оно все было на самом деле. Ядерная программа Израиля началась практически на следующий год после рождения Израиля. Уже в 1949 году были первые контакты между израильскими учеными и французскими учеными-ядерщиками. Почему Франция? Ну, во-первых, потому что больше никто не был готов помогать. Ни Соединенные Штаты, мы об этом уже говорили, тем более Великобритания. Мы совершенно не собирались в чем-либо на тот момент поддерживать новорожденное еврейское государство. С Францией же ситуация была сложнее, о чем, опять же, говорили, когда была авиационная часть. Французы на этапе 50-х, начало 60-х помогали. Там было много-много причин. Безусловно, безусловно, без всякого сомнения, на тот момент в руководстве Франции, вооруженных сил и научно-технического комплекса было много людей из тех, кто участвовал в движении сопротивления, антифашисты, на глазах которых это все происходило и которые совершенно реально испытывали желание помочь Израилю и искупить вину. Искупить вину Франции, которая сдала не всех, далеко не всех, но некое количество своих граждан еврейской национальности сдала в Освенцам. Есть, оказывается, и вторая составляющая, о чем я как-то сам бы и не догадался. Израильская разведка, она с рождения государства уже была весьма-весьма осведомленной, вычислила достаточно немалое количество бывших коллаборационистов, то есть тех, кто сотрудничал, причем иногда очень серьезно сотрудничал с фашистскими, гитлеровскими оккупантами. Люди эти были на достаточно высоких постах, кто-то просто скрыл свое пошло, кому-то и решили это дело простить. Ну и, соответственно, шантажеры их разоблачением на них, значит, давили, получали некоторые действия в ответ. Ну, это такая эмоциональная составляющая, а есть гораздо более серьезная, такая сущностная составляющая. А дело в том, что, ну, понятно, что для Франции 40-й год стал страшным национальным унижением, позором, и очень многие люди на разных ступенях государственной иерархии были охвачены желанием сделать Францию великой снова, взять реванш за этот позор и снова вывести Францию в статус великой, одной из великих держав мира. Ну, а по понятиям 50-х годов великая держава должна быть со своей атомной бомбой. А где же ее взять? Ну, не было у них ни кадров, ни научно-технического задела, да, хотя когда-то, в начале 20-го века во Франции Жюлью Кири и прочее, это начинали, но время ушло, время ушло, они очень сильно отставали в научно-техническом именно, с точки зрения научно-технической информации об этом деле. Ну, понятно, что от Америки отставали все, но они еще отставали от британцев, своих главных, много-много вековых конкурентов, поскольку, ну, Британия и Соединенные Штаты, как известно, вели Манхэттенский проект в значительной степени совместно. И вот здесь появилась почва для сотрудничества, ибо как-то так оказалось, что израильские физики, прямо скажем, на тот момент мало кому известны имена, но у них почему-то было много знаний, почему-то они очень много знали о том, как устроена атомная бомба. Откуда они это узнали, я уж не берусь вам сказать. Соответственно, возник такой очень понятный механизм взаимодействия между Израилем и Францией, сильно утрируя, очень сильно, безобразно преувеличивая утрируя, его можно описать как взаимодействие НИИ-ОКБ. В НИИ сидят лысые очкарики, думают, думают, пишут формулы и создают некое научное знание. Это научное знание передается в ОКБ, где инженеры Карандаш и Кульман превращают это знание в железку. Железка едет на испытательный полигон, взрывается или не взрывается, с нее снимается какая-то информация и возвращается в НИИ, а потом оттуда в ОКБ, так оно все дело положительно обратной связью и работает. До некоторой степени так и происходило взаимодействие, как это ни странно, Израиля и Франция. Из Израиля загадочным образом попавшие туда научные сведения о физике ядерного взрыва, о устройстве ядерной бомбы, эти знания уходили во Францию, превращались в некое устройство, которое совместно, займите, совместно испытывали, дорабатывали, уточняли теорию и так далее. В конкретных датах это, конечно, началось до и после войны 56-го года, так называемого советского кризиса, Синайской кампании, об этом мы тоже говорили, когда три государства, Франция, Великобритания и Израиль провели совместную операцию, дабы заставить Египет открыть Суэцкий канал и Акапский пролив. Именно на этом этапе, после успешного завершения операции, 7 ноября 56-го года, состоялась секретная встреча министра иностранного дела Израиля, премьер-министра, министра иностранного дела обороны Франции, Христиана Пино и Мариса Бурж-Монури и тот и другой активнейший участники движения сопротивления, где было подписано тайное соглашение, о сотрудничестве. Собственно, сотрудничество шло и раньше, но с этого момента сотрудничество было очень сильно формализовано и материализовано. Было принято решение, записанное на бумаге, секретной, но все-таки бумаги, о том, что Франция оказывает техническое содействие в строительстве 18-мегаваттного реактора на тяжелой воде и дальнейшая разработка технологий на научных, сугубо на научных целях выделения оружейного плутония из облученных урановых блоков. Мы об этом тоже говорили, чем хорош, он вообще всем хорош. Реактор на тяжелой воде, он не слишком удобен для получения энергии, а вот для такого реактора, которым нарабатывается оружейное плутоние, это хорошее решение, в частности еще и тем, что для такого реактора достаточен уран очень низкой или даже нулевой степени обогащения, то есть просто природный, металлический очищенный уран. Написано было 18, потом договор изменили на 24 мегаватта, однако, как считается, судя даже по тем техзаданию на систему охлаждения и все прочее, все обвязку этого реактора, и все-таки шла о где-то 120 мегаватт реактора. Что такое 120 мегаватт реактор? Мы с вами опять-таки все знаем, у нас есть кино про производство ядерных материалов, то есть американский манхэттенский проект, американский толстяк, и первые испытания Тринити, и толстяк, был сделан на плутонии, каковы плутонии? Был получен вот на этом, то, что вы видите перед собой, комбинат Y-12 в Хэнфорде, ядром которого был уранграфитовый, уранграфитовый реактор, вот эта замечательная вещь, 1100 тонн, я не оговорился, 1100 тонн графитового графита, через который проходит 2004 канала, в этих каналах уложено 180 тонн 238-го природного урана, и, значит, охлаждает водичкой 130 литров в секунду. Так вот, американский комплекс в Хэнфорде это 250 мегаватт, 250 мегаватт, то есть в два раза больше, в два раза мощнее. Американский комплекс, по крайней мере, на начале его эксплуатации, вырабатывал 6 килограмм плутония в месяц. Ну, не спешите делиться так просто пополам, тут непростые пропорции будут, скорее всего, израильтяне на своем реакторе получали меньше, потому что бомбу, которую они делали совместно, буквально совместно с французами, они делали на очень чистом 239-м плутонии с минимальным присутствием 240-го, изотопа 240-го плутония, потому что этот изотоп дает большой нейтронный фон, то есть создает очень жесткие требования к скорости имплозии. Соответственно, они пошли по этому пути, сделать сверхчистый плутоний, несколько снизить требования конструкции самого устройства, но при этом снижается и выход годного. Так что не факт, что они получали 3 килограмма, может быть, там было даже меньше, может быть, был 1 килограмм оружейного плутония в месяц, но 1 в месяц, это уже, понимаете ли, 12 в год. Это 12 в год. Работа шла несколько лет, весь этот реактор в Димоне был построен под землей, там как-то очень глубоко под землей, к этому времени, к этому времени уже наступил 62-й год, война в Алжире завершилась, тяжелейшая, кровопролитнейшая, которая сотрясала саму Францию политическими кризисами, война в Алжире завершилась, это значит, что Деголе уже незачем стала не нужна дружба с Израилем, до этого Израиль был нужен как дубина, которая грозила Египту, отвлекала ресурсы египетского социалистического руководства и, соответственно, снижала поддержку со стороны алжирских социалистов, самых арабских возрожденцев, египетских соединений, египетских в Алжире. Война закончилась, а Деголь начал откровенно тормозить всю эту работу, тем не менее, с остановками, с остановками и прерывами на отличный срок, все-таки довели дело до конца, довели дело до конца, и в 66-м году считается, что в 66-м году началось уже извлечение оружейного плутония из облученных рановых элементов этого реактора, то есть появился оружейный плутоний. Все замечательно, плутоний у нас есть, как делать, мы знаем, все-таки надо бы испытать, как-то еще никто не пытался решить эту проблему, разочек все-таки не взорвав. По этому поводу есть разные мнения, по одним мнениям, израильтяне у себя не взрывали, ограничились, в кавычках, ограничились тем, что французы предоставили исчерпывающую информацию о своих испытаниях начала 60-х годов, однако в 76-м году журнал армии Западной Германии Вертехник, так нет, наверное, это звучит, написал статью о том, что в 63-м году было зафиксировано ядерный взрыв где-то там в Негеве, и по другим сведениям, еще один был в октябре 66-го года, в Негеве тоже что-то вроде бы даже и взорвалось под землей. Теперь в наше повествование присоединяется замечательный человек, он дослужился до звания бригадного генерала армии обороны Израиля, Исхак Яаков, родился он в 26-м году, представьте себе, то есть в семье самых первых сионистов-переселенцев, закончил технион, это главный такой технический университет в Хайфе, в Израиле, потом его отправили учиться аж в Массачусетский технологический, ну это, наверное, лучший технический вуз в мире, после чего он был в 73-м году, он был уже прямо даже руководителем управления научных исследований и развития Министерства обороны Израиля, ну то есть всю свою жизнь он посвятил военно-техническому, оснащению израильской армии. Так вот, этот достойнейший человек в 2002 году, сначала в 2001 году ему предъявили уголовное обвинение, потом был в 2002 году суд, в конечном итоге обвинение в преднамеренной передаче информации враждебным державам был снят, был снят, он не шпион, он не шпион, но ему вменили, что он раздавал интервью и тиражом 18 экземпляров рукопись книги написал, в которой его жизнь, его участие в военно-технических программах, и, соответственно, эту книгу дал почитать своим друзьям, за что ему выписали три года условно, условно, не более того, и он благополучно в возрасте 87 лет, в 2012 году закончил свою жизнь. Так вот, этот уважаемый человек в 99-м году, в 99-м году, то есть через 32 года после события, давал интервью американскому исторнику Авниру Коуэн, это один из главных таких историографов несуществующей ядерной программы Израиля, где он ему рассказал такую замечательную интересную историю, что за несколько недель до шестидневной войны, то есть в мае 67-го года, он принимал участие в совершенно секретном проекте, проект назывался «Операция Самсон», ну, что такое Самсон, все вы знаете, Самсон, раздирающий пасть льву, известный фонтан в Петергофе, наверное, кто-то видел многочисленный, много всяких художников писали, это Самсон и Далила, это история о древней, о древней еврейской истории, родился в еврейском народе такой богатырь Самсон, наделенный нечеловеческой силой, который порвал льва, как ягненка, так это сказано, вот, был он, значит, очень могуч, филистимляне его боялись, женился на филистимлянке, и, соответственно, филистимляне свою филистимлянку Далилу всячески подталкивали, чтобы она у него узнала, в чем же секрет его силы, ну, поскольку никакой богатырь против слабой женщины устоять не может, это давно известно, а в конце концов, она из него все-таки выцарапала информацию о том, что вся его сила в волосах, он с рождения никогда не стриг волосы, и вот там-то вся его сила есть, она это рассказала филистимлянам, филистимляне прибежали, когда ночью спал, опоенный Далилой, его остригли, он стал слабый, как ребенок, после чего они торжествовали, выкололи ему глаза, притащили к себе, заставили, приковали его к жернову, чтобы он просил жернов, и однажды, когда все филистимляне, мы подходим к развязке, когда у него был какой-то праздник и пиршество, и все они собрались в огромном каком-то здании, и привели туда Самсона, чтобы над ним издеваться, а за это время у него же волосы-то отросли, и Самсон схватился руками за столбы этого здания, вырвал столбы, крыша рухнула, похоронив и его, и всех пирующих филистимлян. Вот такое вот интересное название было дано операции, операция Самсон, как пишет вот этот вот уважаемый человек, он первый раз в жизни там, наверное, оказался в демоне, и там он увидел странное устройство, похожее на осьминога, опутанного огромным количеством проводов. Ну вот этот осьминог, мы с вами прекрасно понимаем, как это все и выглядит. Бомба имплазивного типа, наподобие первых американских, ну то, что перед вами это американский толстяк. Что-то такое вот он увидел, а таких было уже две штуки, это вполне правдоподобно, даже если предполагать, что на реакторе они делали килограмм в месяц, соответственно, 12 килограмм в год, ну то есть где-то на две бомбы, на толстяка уходило 6,5 килограмм, на две бомбы могло быть. Операция предполагала, доставлять ее было абсолютно нечем, это же устройство, естественно, было аналогично толстяку, это порядка там 4-5 тонн веса, предполагалось на вертолетах, в разобранном, ну в полночастично разобранном виде, его доставить в Синай, на какую-то из горных вершин, которая хорошо видна, и чисто в демонстрационных целях, там собрать, и сделать демонстрационный ядерный взрыв, если сильно прижмет, ну в надежде на то, что таким образом, ну едва ли что-то могло иметь конкретное оперативное, но психологическое воздействие таким образом произвести. Хотите вертся, хотите нет, вот такой вот рассказ имеет место быть, но на мой взгляд, он совершенно правдоподобен. После чего мы, наконец-то, с вами подходим к теме нашего нынешнего цикла, это война судного дня, 73-й год, и что же, что же к 73-му году имел Израиль, и почему я не исключаю, не исключаю, что именно этот фактор имел серьезнейшее значение в том, как эта война с трудного дня происходила. Ну, первое, что нам подсказывает, там, калькулятор, или умение считать в уме, с 67-го до 73-го прошло 6 лет, и за 6 лет там могло уже накопиться плутония где-то на 10-15, ну, сколько расходовать, это тоже зависит от конструкции устройства, ну, 10-15 ядерных взрывных устройств, безусловно, можно было собрать. Ну, собственно, такую цифру называется, сразу, чтобы вас не держать заблуждение, предполагать, что было 13 штук. Чем их доставлять, потому что речь-то все-таки уже шла не о демонстрации взрыва на горной вершине, в Синае, о реальном боевом применении, чем их доставлять, и самое, ну, по крайней мере, для меня интересное, на что же это было за устройство. И здесь мы опять же возвращаемся к французам, и здесь мы опять же возвращаемся к французам, ибо, не имея никакой информации об этом устройстве, а мы, тем не менее, имеем очень много информации о ракете, которым это устройство подполагалось доставлять. Да, разумеется, это опять Франция, это даже тоже, не просто Франция, тот же самый Марсель Дассо, врожденный блок еврейского происхождения, французский авиаконструктор, который, значит, принял, сменил свою фамилию на боевое псевдоним подпольную кличку своего брата, который был активным участником сопротивления, и, между прочим, был первым военным комендантом освобожденного Парижа, его брат. Вот, Марсель Дассо, тот самый, который делал миражи и все прочие мистерии, которым была вооружена авиация Израиля. В 57-м году уже фирма Марсель Дассо Авиасьон открыл ракетный отдел, и они начали заниматься ракетами, и не случайно. В двух словах, тот самый «Мираж», тот самый «Мираж-3», потом «Мираж-5», знаменитый красавец, он вообще изначально-то рождался как самолет с дополнительным ЖРД, то есть авиационный турборативный, само собой, но там был встроенный, не подвесной, буквально встроенный, навсегда встроенный жидкостный ракетный ускоритель, который должен был включаться во время воздушного боя. Потом от этого отказались, но, тем не менее, они уже работали над этим делом, и совместно Марсель Дассо лично, значит, по согласованию с Израилем, они обратились к французскому правительству, правительство дало согласие на разработку баллистической ракеты для Израиля. 26 апреля 63-го года был подписан контракт на гигантскую сумму в 100 миллионов долларов. Не тратьте даже время на попытки переводить в современный курс, интереснее другое. Вот тот самый «Мираж», вот тот самый «Мираж-3», на тот момент французы продавали по 2 миллиона штука. То есть, на эти 100 миллионов можно было купить 50 «Миражей», а у Израиля, напомню, на момент шестидневной войны этих драгоценных, самое лучшее, что у них было этих драгоценных «Миражей», было 76 штук. Ну, точнее говоря, было закуплено 76 штук, не все они еще к тому моменту были в исправном состоянии. То есть, можно было практически вдвое увеличить количество самых лучших самолетов, которых у них было, однако, 100 миллионов гигантские деньги под тем 63-го года для крохотного государства были потрачены этот контракт с французами в соответствии к ковым контрактам. Французы должны были разработать это все дело, сделать 25 ракет, из них 5 одноступенчатых, то есть, недоделанных, 20 полноценных, значит, провести полный комплекс испытаний, а если после испытаний еще что-то останется, передать израильтянам, значит, фактически они израсходовали 16 ракет на проведение испытаний, 4 штуки передали, но самое главное передали всю технологию по производству и дальше эти ракеты делались уже в Израиле. Значит, смотрим на нее, вообще, вообще, должен вам сказать, я был несколько удивлен, я был удивлен тем уровнем, который французская авиастроительная компания выдала. Ну, во-первых, маленькая ракетка, маленькая ракетка, 6700 килограмм стартового веса, имела максимальную дальность 500 километров. Вот перед вами схема, мы видим, что такое 500 километров, но я на так, просто условно ткнул где-то в районе Иерусалима. То есть, запускаясь с центра Израиля, мы покрываем практически все. Каир, большой Каир, все, что такое Каир, Александрия, Пурсаид, Дамаск, Иордания, очень даже немало, очень даже немало, тем более для тех времен. Да, кстати, откуда мы знаем про эту ракету, мы знаем потому, что в 98-м, если не путаю, году французы рассекречили, вот прямо вам скриншот, это официальный сайт фирмы Dasoavision, вот они про нее все рассказали, мы про нее все рассказали, ракета двухступенчатая с отделяющейся боевой частью, отделяющейся боеголовкой, это для, простите меня, середины 60-х годов, это очень серьезно, это очень серьезно, ракета вообще очень необычная, это французская ракета, это французская ракета, это сразу видно, французы все делают не как у людей, ракета двухступенчатая, причем первая ступень меньше второй и по весу, и по габаритам, никто такого не делает, вот французы вот так вот сделали, а первая ступень 4 метра и масса 1950, вторая ступень чуть длиннее, 5 метров и гораздо тяжелее, 4100, то есть работает дольше по времени, первая, вторая ступень твердотопливная, разгоняет она свою голову до 6 махов, что тоже очень немало для тех времен, отделяющаяся, еще раз повторяю, отделяющаяся голова забирается по инерции на 100 километров, иначе летит в конечном итоге до 500 километров и имеет максимальная масса, отделяющаяся головной части, 650 килограмм. Что мне в этом, мне и нам в этой ситуации интересно? Нам интересна, конечно же, голова. Нам интересна, конечно, голова. Голова большущая, длинная и узкая, и разглядывая эту голову, разглядывая эту голову, мы примерно можем предположить, а что же находится в ней. А что же может оказаться в ней? Голова 4,35 метра и диаметром 0,8. И диаметром 0,8. То есть, что там получается? Ну, то есть, опять же, она очень длинная с точки зрения даже аэродинамики, но это понятно. Так оно и должно быть. Удлинение 5,5. Но что же можно туда было засунуть? Потому что примитивная, если можно сказать, примитивная бомба уровня американского толстяка, мы ее не засунем в диаметр 0,8. Соответственно, мы просто обязаны двигаться к нашей лекции. Бомбы второго поколения, вот ссылочка, сейчас перед вами всплывает на экране. То есть, это уже в такие габариты и при таких пропорциях длина гораздо больше диаметра. Это, скорее всего, было что-то наподобие американских МК или Марк 7. Бомба американская второго поколения, мы о ней говорили, ссылка на кино есть. Коротко и в двух словах, это я нарисовал, может, тут все неправильно. Но я предполагаю, что было что-то вот такое уже, очень сильно продвинутое, но если говорить про американский Марк 7, то, вероятно, это выглядело так. То, что 92, это опубликованная рассекреченная информация, то есть, 92-линзовая система, на толстяке было 36, центровые инициации сферической детонации, соответственно, многоцентровная детонация позволяет резко снизить толщину, толщину фокусирующей детонационной системы, обжимающей системы, соответственно, уменьшить, резко уменьшить габарит так, чтобы мы могли уже вписаться, американцы вписали 775, а там ракета было 800, то, что, ну, круглое, понимаете, красное, это оно самое, слева от него, я нарисовал таким образом охватил моих талантов, то есть, источник импульсного подрыва с тем самым крайтроном где-то драгоценным или большим количеством крайтронов там спрятанных, а зеленая штуковина справа, зеленая трубка справа, это вот оно, нейтронный генератор, импульсный нейтронный источник, то есть, опять-таки, вакуумный прибор, ионный ускоритель, который разгоняет ионы ДТР или Трития, бьет их по ДТР и Трития какой-то мишени, и оттуда летят нейтроны, все это у нас там подобно в этом кино описано, то есть, это уже очень серьезный уровень, это очень серьезный уровень, это прям полноценное второе поколение, для американцев, кстати, эта бомба была одной из самых массовых, они их понаделали 1700 штук, ну да, американцы ее делали в середине 50-х, но для кого бы то ни было, кроме американцев, иметь в начале 70-х бомбов второго поколения, это очень круто, и насколько я понимаю, всячески разглядываю вот эту ракету, да, кстати, ракета МД-620 она называлась по-французски, а в Израиле она называлась Иерихон, по-другому я не представляю, что вот в эту головную часть можно было другое вписать, если не что-то подобное вот этому делу, то есть, многоточечный подрыв, внешний нейтронный источник, едва ли они уже в тот момент дошли до термоядерного бустирования, тогда был бы энерговыход больше, здесь было всего-то 20 килотонн, но очень-очень серьезно продвинутая вещь, я честно сказать, не ожидал, не ожидал, думал, они всего лишь имели что-то вроде первого поколения американских бомб, то есть, продвинулись достаточно далеко, ну и теперь, закончив с техникой, переходим, собственно, к истории, история начиналась чрезвычайно мрачно, о чем мы будем говорить в следующих сериях, история началась с одновременного наступления Сирийской армии на севере, Египетской армии на юге, египтяне успешно форсируют Советский канал, сметая, просто сметая израильскую линию обороны, которая там выстраивалась за много лет, замечательно, Израиль отправляет свою авиацию для того, чтобы черной раз нести сокрушительный авиационный удар по наступающим египетским войскам, и все это дело просто смахивают с неба новыми советскими зенитракетными комплексами, 8 октября крупномасштабная попытка танкового контурудара, сгорает 400, 400 израильских танков за день на юге, на севере просто бескрайние стада сирийских, ну, советских танков, рвутся через Голланы, останавливать их там было просто некому, правда, остановили, а в результате, в результате, поздним вечером 8 октября 73-го года принимаются решения, израильтяне извлекают из подземного хранилища 13 из самых ракет и эрихон, ставят их в стартовое положение и информируют об этом американцев. Ну, в общем, можно было и не информировать, потому что у американцев есть спутники, есть разведственные самолеты, их вполне преднамеренно, эти ракеты поставили на стартово-пусковые позиции, так, чтобы было понятно и хорошо видно. Скорее всего, так оно и было, вот так оно и было, если мне будет, и в 13-м году, ну, там периодически рассекречивалось, по-моему, последнее такое большое было в 13-м году в Израиле рассекречили, буквально стенограммы заседаний правительства по всем дням войны судного дня, и вот там в стенограмме за восьмое просто сказано, что две с половиной страницы не рассекречены, также есть рассекреченная недавно госдепом США стенограммы встреч Киссинджера с израильским послом, где также несколько фрагментов не рассекречено, так что все это достаточно правдоподобно, американцев приинформировали о том, что если надо будет уходить, мы уйдем не одни, мы уйдем не одни, что и может быть, может быть, повлияло в значительной степени на то, что делал Никсон, те решительные действия, которые предпринимал Никсон в эти дни, с другой стороны, наверное, это повлияло на то, что делал Советский Союз, Советский Союз таким смешным, добрым, стариканом, Леонидом Ильичом Брежневым, сиськи-масиськи, Советский Союз отправил корабль с ядерным оружием, обнаруженный по ядерному и нейтронному фону советскими, американскими средствами слежения, который прошел через Дарданилла 18 числа, прибыл в Александрию, но его вроде бы не разгружали, также утверждается, что две советские бригады ракет-СКАТ, ну, это ракета противно-тактическая, развернутые в Египте, к ним подвезли ядерные боеголовки, что американцы обнаружили по спутниковым изображениям той техники, которая вокруг них шебуршилась, дело закончилось тем, что в последний день этой войны, 24 октября, президент Никсон объявил тревогу на всех военных базах ядерных ядерных триадов США, то есть все было очень серьезно, все было очень серьезно, но завершилось так, как оно завершилось, никакого штангенциркуля нет, который можно измерить, каков был вклад, какова была роль в этих действиях американского руководства, в этих действиях советского руководства, но тем не менее Израиль уже на момент 73-го года, на момент войны судного дня мог совершенно четко продемонстрировать, что мы уйдем не одни, безусловно, это какую-то роль сыграло в тех событиях, о которых мы будем говорить в следующих сериях нашего разговора на сегодня, спасибо за внимание.